Здравствуйте! В эфире программа «Смотрите, кто пришел». Что ей легче пишется, стихи или музыка? И вообще, есть ли будущее у авторской песни в нашем городе? Об этом и многом другом поговорим сегодня с моей гостьей, кандидатом педагогических наук, руководителем клуба авторской песни ЧГУ, а также автором и исполнителем Ирины Ильинской. Ирина Ильинская стала руководителем клуба авторской песни университета, дипломант и лауреат множества фестивалей. Ира, здравствуй! Привет! Скажи, пожалуйста, для тебя сложнее написать песню или стихотворение? Вот сразу так, с места в карьер? Наверное, стихотворение сложнее. Почему? Ну, там нужно дружить с рифмой, чтобы какие-то мысли были, чтобы не просто зарифмованный какой-то текст, а все-таки, чтобы смысл был, а это сложнее. А песня? Ведь там тоже есть же рифма, а как же эти законы никак нельзя не приближать? Ну, мне сложнее стихи, мне проще написать музыку на чужие стихи. Чем я сейчас вот пытаюсь заниматься? Пытаюсь подбирать хорошие стихи, потому что лучше писать на чужие хорошие стихи, чем какие-то вот свои, может быть, не очень. А каким тогда поэтам ты отдаешь предпочтение? Как ты их вообще ищешь? Это много надо материала перелопатить? Иногда, бывает, находятся сразу. Иногда, ну, это интернет, это какие-то сборники, друзья дают читать. Это современники наши? Или это все-таки, вот, не знаю, там, может, Серебряный век? Ну, из Серебряного века я пыталась писать на Северянина и на Ахматову, наверное. А остальное, это уже больше современники, причем иногда совершенно незнакомые люди. Просто вот в каком-то сборнике, в газете, в журнале понравится стихотворение, и получается, иногда получаются песни. А как рождается тогда музыка? Это какой-то ритм выступает, и ты читаешь его вслух. Как вообще этот происходит процесс? А тоже по-разному. Иногда стихотворение сразу предполагает какое-то... Ну, естественно, это без гитары, просто вот стихотворение музыкально. Какой-то определенный музыкальный ритм, и, видимо, это вот подсознательно. Я думаю, что у многих так, у большинства. Я хочу спросить, ведь у тебя занятие музыкой, это, можно сказать, твое хобби, которым ты занимаешься очень давно. Но помимо этого, в твоей жизни еще куча-куча всевозможных всяких разных интересов. Мы когда-то с тобой очень давно, правда, но мы играли на одной сцене в Народном театре. Как туда тебя занесло? Что туда, как тебя туда повело-то? Ну, у меня, наверное, со школы было желание, как у многих, петь, выступать. То есть мечта, наверное, была, может быть, тоже стать там артисткой, певицей. Ну и вот в школе, в последнем классе, по-моему, или в предпоследнем. Пришла однажды на спектакль Народного театра, ну и потом захотелось как-то прийти попробовать себя тоже в этой роли, о чем я не жалею и очень благодарна как раз Народному театру. А что дала тебе театр? Вот что тогда? Ну, это, наверное, умение общаться, потому что там были занятия, вот сценическая речь, сценическое движение. То есть вообще занятие в театре в любом возрасте, я думаю, что оно помогает человеку как-то раскрыться, и, может быть, какие-то, если комплексы, то от этих комплексов избавиться. Я надеюсь, что от каких-то комплексов я вот, придя в театр, избавилась. У тебя очень серьезная профессия, серьезное звание ученые. Тебе вот это помогает в твоей творческой деятельности, или, наоборот, тебе это мешает? Ну, эти две ипостаси, наверное, они между собой как-то... Ну, нельзя сказать, чтобы они как... Не соприкасаются? Нет, иногда соприкасаются. Но нельзя сказать, что мешают. Помогают? Я думаю, что помогают. А что тогда? Вот студенты, которым ты преподаешь, они тебе отдают какую-то пищу для размышлений и какой-то новый толчок в творчестве? Нет, ну, со студентами всегда интересно работать. Тем более у нас большинство наших выпускников идут работать учителями начальных классов. А вообще профессия учителя, ты знаешь об этом, да? То есть она очень творческая. И вот как раз, наверное, то, что я еще и как-то музыкой занимаюсь, не профессионально, правда, но, конечно, дает пищу для творчества и вот помогает, я думаю, что помогает в работе. Хочу спросить, а как гитара появилась в твоей жизни? Ну, я в свое время закончила музыкальную школу по классу фортепиано, но как-то вот оно у меня не пошло. Дальше там мои одноклассницы пошли в музыкальное училище, я вот решила, что пойду учиться на учителя начальных классов. И тоже я еще занималась в детско-юношеском клубе, в подростковом, раньше такие были, тоже, наверное, знаешь, вот клуб Колумб. И один раз к нам пришли барды с концертом. Мне это очень понравилось, я решила, почему бы не попробовать самой. И одновременно пришла в клуб самодеятельной песни, в то время он так назывался, и в театр. То есть у меня как-то вот вместе пошло и театр, и бене. А как долго ты осваивала гитару? Ну, я еще осваиваю. Я больше начинала сначала петь, вот. А гитара у меня была так, как бы, на втором плане. То есть я пыталась подпевать, а играть я не очень сама пыталась раньше. И сочинять тем более никогда не пробовала. Только пела. Потом вот как-то почувствовала, что все-таки нужно... Пора! Пора! Дозрела уже! Уже дозрела, и поэтому сейчас я как раз в процессе в таком активном обучении. Ну, изначально со мной позанимался Сергей Рыжов, за что ему тоже большое спасибо. Также я обращаюсь к нашим бардам и в клубе. Ты показываешь свои песни или как это происходит? В основном, да. Потому что мне говорят, что ну уже, ты же раз не начинающая уже, в общем-то, да, то какие-то, вот с какими-то советами я обращаюсь, там, помочь с аккордами, помочь с мелодией, помочь как-то вот руку правильно поставить, потому что тоже в свое время были показаны пять всем известных аккордов, и дальше я, в общем-то, варилась в собственном соку. Вот, то есть учиться надо обязательно, даже если ты, в общем-то, уже много лет не расстаешься, я так понимаю, все равно с гитарой. Ну, я с гитарой не расстаюсь, но у меня, конечно, уровень там игры. Как я говорю, пою я лучше, чем играю. А вообще как ты к критике относишься? Критика бывает разная. Если она по делу и критикует сам творческий человек, то, в принципе, я прислушиваюсь, и очень много советов я вот, ну, так же вот и в песнях, там, со стихами, либо с мелодией я, естественно, их использую. Если это критика, ну, бывает, что человек не разбирается в каком-то вопросе, да, пытается что-то критиковать, причем не предлагая каких-то вариантов, то немножко как-то напрягает. У молодежи насколько сейчас велик интерес к авторской песне? Потому что, ну, как-то, не знаю, засилие электронной музыки, оно, наверное, как-то вытесняет вас немножко в сторону? Как много романтиков среди молодых? Ну, я бы не сказала, что оно вытесняет. Правильно, оно немножко сейчас другое. Но также и студенты, вот, допустим, они пишут сами песни под обычную гитару. На трех, вот, трех блатных аккордах. Ну, на трех кто-то, может быть, там, если хорошо, сразу осваивают гитару, а это все-таки нужно параллельно делать. Вот, и, может быть, сочинять и осваивать гитару, чтобы это было вот как раз не просто три аккорда, потому что это уже, ну, как-то обыденно, неинтересно. Интерес есть. Проводятся детско-юношеские фестивали также по стране. Допустим, в Ярославле очень сильный фестиваль, там тоже дети приезжают со всей страны. В Калуге проводился фестиваль. В некоторых вот регионах такие фестивали проводятся. И молодежь, совсем молодежь, там даже дети начальных классов, они уже выходят с гитарами, они поют. Вот, у меня есть друзья, которые как раз вот занимаются детьми и учат их, ну, в других городах. В других городах. А у нас череповцы? У нас пока вот такого... Массового такого нет. Массового такого нет, да, есть единичный, то есть дети занимаются у педагогов, то есть учатся играть, учатся сочинять, но вот, может быть, пока наш город до этого не дорос. Мы, значит, тогда будем ждать новую волну? Ну, я думаю, что да. Ирочка, спасибо огромное за интервью. Конечно же, творческих успехов, новых песен, интересных друзей и очень веселых, насыщенных и душевных фестивалей. Спасибо. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю, в следующую пятницу. Не пропустите, вас ждет встреча с очень интересным человеком. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова